Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Наверное каждый человек имеет четкое представление о том, что такое микроскоп. Но далеко не многие знают о цифровых микроскопах, которые открывают новые возможности. Сегодня Вашему вниманию предлагается технический обзор очень необычного цифрового микроскопа Bresser Handheld LCD USB. Область применения данного устройства весьма обширна. Подойдет как для профессиональных нужд, так и для домашнего использования. Станет отличной развивающей игрушкой для ребенка. Давайте познакомимся с ним поближе. Микроскоп поставляется в красочной картонной упаковке, пригодной для подарка. Комплектуется краткой инструкцией на нескольких языках, программным обеспечением, ремешком, кабелем подключения к компьютеру через USB и кабелем подключения к проектору. В комплекте присутствует пластиковая насадка на объектив, которая выполняет функцию предметного столика. Корпус устройства выполнен из качественного пластика. На лицевой панели устройства расположен LCD дисплей и кнопки управления. Слева от дисплея кнопка включения микроскопа. Она же служит и для изменения цифрового увеличения от одного до четырех крат. Справа две кнопки для навигации по меню и просмотра фото-видео. Под дисплеем на передней панели микроскопа находится ползунок изменения оптического увеличения от трех с половиной до тридцати пяти крат, немного правее отсек для элементов питания. Питание осуществляется за счет двух батареек AA. Над отсеком питания разместили TV-выход для подключения устройства к проектору или телевизору. На тыльной панели микроскопа находится слот для SD-карты, мини-USB разъем. Центральная кнопка ОК служит для записи видео и фото. По бокам устройства имеются проушины для крепления ремешка. Скорее всего, он предназначен для ношения на шее. Перевернув микроскоп, мы увидим объектив, оснащенный четырехэлементной светодиодной подсветкой и систему фокусировки. Рядом расположен разъем для крепления предметного столика. На предметном столике присутствует дополнительный механизм фокусировки. Весит микроскоп не более 150 грамм и полностью помещается в руке. Итак, включаем устройство и сразу переходим в режим съемки. Нажав на лицевой панели правую верхнюю кнопку, попадаем в меню микроскопа. «Перемещение по меню» осуществляется двумя кнопками справа от дисплея. Главное меню содержит следующие разделы. Запись видео, сделать одиночный снимок, сделать серии снимков, настройка экспозиции и дополнительные установки. Для выбора нужного раздела нажимаем кнопку «Ок». При помощи этой же кнопки можно и выйти из меню микроскопа, выбрав пиктограмму «Экзит». Вернемся в режим съемки и выбираем объект наблюдения. Использовать микроскоп можно как с предметным столом, так и без него, просто поднося или ставя на наблюдаемый образец. Смена оптического увеличения осуществляется при помощи ползунка на передней панели устройства, а смена цифровой кратности кнопкой включения. Фото и видео записывается на карту или встроенную память. Если микроскоп подключен к ПК, то данные сохраняются на жесткий диск. Для просмотра полученных результатов необходимо нажать правую нижнюю кнопку на лицевой панели микроскопа. Для подключения устройства к ПК предварительно необходимо в меню микроскопа выбрать режим PC Cam. В противном случае микроскоп работать не будет. Диапазон увеличения микроскопа от трех с половиной до ста сорока крат. Максимально возможное разрешение для фото 1600х1200 пикселей. Что касается видео, то устройство работает в двух форматах VGA и QVGA. Оба формата дают весьма достойную картинку. Светодиодная подсветка достаточно яркая, благодаря чему наблюдаемый образец получает необходимую степень освещенности. А вот фокусировка осуществляется очень грубо. Это существенно мешает получению картинки хорошего качества. LCD 2.4-дюймовый или 6-сантиметровый дисплей позволяет комфортно просматривать фото и видео, а также делает навигацию по меню микроскопа весьма удобной. Настройки разрешения и качество картинки можно отстраивать как через меню камеры, так и через специальную программу на компьютере, которая поставляется с диском. Функции обработки получаемых фото и видео в программе Photomizer весьма скудны. Вы сможете изменить разрешение изображения, его формат и задать тип масштабирования. Процесс установки ПО очень прост и интуитивно понятен. Нажимаете лишь постоянно кнопку «Далее» и драйвер становится самостоятельным. Затем необходимо установить программу просмотра фото-видео Photomizer. Увы, но комплектная версия программы не позволяет просматривать изображения и видео на весь экран компьютера. В заключение хочется сказать, что микроскоп оставил весьма приятное о себе впечатление. Качество получаемых изображений и видео весьма достойное. Меню на гавигации интуитивно понятное и удобное. Высокое конструктивное качество устройства, стеклянный линзовый объектив и все это преимущество данного микроскопа. Если вы занимаетесь ремонтом ПК, сверхточной пайкой и вам необходимо оценить ее качество, работаете в ювелирной мастерской либо зуботехнической лаборатории, увлекаетесь коллекционированием, то Брессер Хендхелл будет вам полезен. Подойдет микроскоп и для домашнего использования. Любую букашку, листья, камушек и многое другое принесенное с улицы дети с легкостью смогут изучить. Да и наверное каждому взрослому будет интересно поиграться с этим устройством. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.